Это программа в центре внимания. Здравствуйте! Я ее автор и ведущий Андрей Шляпников. Смотрите в этом выпуске. Оставить на потом не получится. Сенсационное заявление Сергея Лаврова о Карабаке. Антиазербайджанская инициатива. Почему Франция сжигает мосты с Азербайджаном? Российский трек урегулирования. Почему Азербайджан выбирает для переговоров Москву? На неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большую пресс-конференцию в Москве по вопросам европейской безопасности. В начале декабря Лавров должен был участвовать в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Польше. Но Россию туда не пустили. Однако это не помешало Лаврову сделать ряд сенсационных заявлений. В том числе и по теме урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Сергей Лавров четко по полочкам разложил, что сейчас происходит в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией. Эффект разорвавшейся бомбы вызвало заявление министра об изменении подхода к статусу Карабаха. Вот они ездили в Прагу на вот этот самый форум европейского политического сообщества. Там подписали документ о том, что делимитация и мирный договор должен опираться на границы в соответствии с уставом ООН и Алма-Атинской декларацией декабря 1991 года. А Алма-Атинская декларация гласит, что все союзные республики образуют содружество независимых государств и подтверждают нерушимость границ в тех границах, которые существовали между союзными республиками Советского Союза. Иными словами, в то время Нагорно-Карабахская автономная область была однозначно частью Азербайджанской Советской Социалистической Республики. И когда это было одобрено и Азербайджаном, и Арменией, и Францией, и господином Мишелем в рамках документа, что мы признаем Алма-Атинскую декларацию без каких-либо оговорок, ну, это, конечно, облегчает дальнейшую работу, потому что решает проблему, решает вопрос о том, как подходить к статусу Нагорного Карабаха. Поэтому руководство Армении в последнее время больше говорит о правах армян в Карабахе, чем о статусе. Лавров отметил и напомнил, что президент Азербайджана дает гарантии безопасности карабахским армянам. Азербайджанская сторона, они готовы это обсуждать, предоставить им все гарантии прав, которые имеют другие граждане Азербайджана. Получается, если раньше Россия предлагала отложить решение по Карабаху на потом, а пока заняться границей, разблокированием коммуникации, мирным договором, то теперь эта концепция становится неактуальной, так как Армения сама признала Карабах азербайджанским. Лавров тонко намекнул в непоследовательности армянской дипломатии. Мол, армянские друзья, вы решили вести дела на стороне со своими европейскими партнерами, вот и доигрались. Надо сначала думать, а потом что-то подписывать. Когда вот встречались в Сочи в конце октября, о чем вы упомянули, мы хотели вернуться к этому вопросу и понять, насколько наши партнеры готовы действовать на основе того джентльменского понимания, что решить все вопросы, а статус Карабаха оставить на потом. Но когда они приехали в Сочи, президент Алиев и премьер Пашинян, они привезли из Праги тот самый документ. Подписав эту договоренность, нам армянские коллеги говорят, а вот пусть Россия подтвердит свои предложения по статусу Карабаха. Ну, вы сами понимаете, это немножко не из оперы ведения переговоров, а из другой оперы. Россия четко дает понять, кто главный посредник в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Ни один вопрос без участия России не решить. Европейцам остается заниматься имитацией, демагогией и присваиванием чужих заслуг. Сейчас пытаются и французы, и американцы, и Евросоюз в целом компенсировать похороненную ими минскую группу своим вклиниванием в посреднические услуги, причем пытаются как бы подобрать и приватизировать те договоренности, которые достигнуты сторонами при российском участии. Вот, например, проводят в Брюсселе заседание комиссии по делимитации. Ну, и армяне, и азербайджане люди вежливые, они туда ездят. Но как можно обсуждать делимитацию, не имея на руках карты бывших союзных республик, которые существуют только в российском генеральном штабе, мне представить трудно. Лавров прямо обвинил Запад в попытках вклиниться в договорный процесс. Послал Сергей Викторович и пламенный привет ОБСЕ, а точнее ее детищу, минской группе ОБСЕ, о которой больше ничего не хотят слышать ни в России, ни в Азербайджане. Запад после начала специальной военной операции устами Вашингтона и Парижа официально заявил, что они нигде ни в каких форматах с Россией сотрудничать не будут. Тем самым они объявили о завершении деятельности минской группы ОБСЕ. Поэтому, когда наши армянские коллеги иногда вспоминают про эту минскую группу, мы им говорим, что это вопрос не к нам, это вопрос к США, к Франции, которые заявили, что этой группы больше они собирать не будут. И, конечно, вопрос к Азербайджану, потому что без участия Азербайджана какие-либо посреднические усилия бессмысленны. Какие можно сделать выводы из выступления Лаврова? Россия никуда не уходила с переговорного трека. Более того, Россия остается главным посредником, и без ее участия конфликт не урегулировать. Это хорошо понимают и в Азербайджане. Видимо, начинает доходить и до армянской стороны, хотя она и продолжает пытаться привлекать к переговорам европейских представителей. Это уже привело к срыву важных переговоров между Алиевым и Пашиняном в Брюсселе. И ключевую роль в этом сыграла Франция. Об этом во второй части программы. На неделе в центре внимания заседание Национального собрания Франции, на котором Нижняя Палата Парламента Пятой Республики единогласно приняла резолюцию, в которой говорится о необходимости активизировать помощь Армении и найти долгосрочное мирное решение в Нагорном Карабахе. Резолюция, в частности, призывает французское правительство рассмотреть возможность введения экономических санкций против физических лиц Азербайджана. Также содержится призыв активизировать помощь со стороны Франции и Армении, в частности, в гуманитарной сфере, а также изучить возможность усиления ее обороноспособности. Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдулаева резко высказалась о принятии антиазербайджанской резолюции. Внимание у Национальной Ассамблеи Франции! Армения удерживала азербайджанские территории под оккупацией 30 лет, нарушила фундаментальные права миллиона азербайджанцев, совершила военные преступления и опустошила регион. Все это время вы молчали. Заговорив, сейчас вы лишь препятствуете миру. Это уже вторая антиазербайджанская резолюция. Ранее, 15 ноября, Сенат Франции принял резолюцию с требованием вывода подразделений вооруженных сил Азербайджана с территории Армении и введения санкций против Баку. Министерство иностранных дел Азербайджана расценило принятые резолюции очередными провокациями, демонстрирующими неспособность этой страны выступать в качестве справедливого посредника. Принятая Нижней Палатой Парламента Франции 30 ноября 2022 года полная лжи и клеветы антиазербайджанская резолюция, так же, как и резолюция, принятая некоторое время назад в Сенате, является очередной провокацией этой страны против Азербайджана. Указанная резолюция преследует цель навредить процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также усилиям по установлению мира и стабильности в регионе. Национальное собрание Франции активизировалось сразу после отказа президента Азербайджана Ильхама Алиева, участвуя в четырехсторонних переговорах при посредничестве президента Франции Макрона. Мой помощник Хикмет Гаджиев меня проинформировал, что с ним связались из офиса председателя Евросовета Шарля Мишеля и проинформировали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на встречу только при условии участия в ней президента Франции Макрона. Это означает, что встреча не состоится. Такую жесткую позицию Алиев занял после заявления Макрона в эфире телеканала France 2, где французский лидер назвал Карабах спорным и непризнанным на международном уровне регионом, а также обвинил Азербайджан в том, что он развязал страшную войну, которая привела к множеству смертей и захватил эту территорию. Российские эксперты считают, что Макрон поплатился за свою радикальную проармянскую позицию. Представитель МИД Франции заявил, что резолюции палат французского парламента, содержащие призыв к введению санкций против Азербайджана, не отражают официальную линию Парижа. Но здесь возникает вопрос, что и кто тогда отражает линию? Или заявления президента Франции в эфире французского телеканала тоже не отражают линию Пятой Республики? Особо хотим отметить, что фактическая поддержка представителям правительства Франции данной резолюции во время слушаний в парламенте в очередной раз показывает, что за ней стоит французское правительство, которое в последнее время открыто выступает с антиазербайджанскими инициативами на различных платформах. Такое поведение Франции, естественно, не может привести к мирному решению конфликта. Те, кто хочет мира, предпочтут другую переговорную площадку. К тому же Азербайджан уже не в том политическом статусе, чтобы поджать хвост и не заметить антиазербайджанскую риторику Запада. Поэтому глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов летит в Москву. Об этом в третьей части нашей программы. На неделе в центре внимания визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Польшу на заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Азербайджан не особо в последнее время жалует эту организацию, но задача дипломатии разговаривать и доказывать свою правоту. В самом начале своей речи Байрамов обвинил ОБСЕ в нарушении принятия решений на основе консенсуса, который четко отражен во всех основных документах ОБСЕ. Азербайджан недоволен, что организация без согласия Азербайджана приняла решение отправить миссию на границу Армении и Азербайджана. В течение многих лет Азербайджан страдал от злоупотреблений по вопросу консенсуса внутри организации. Тем не менее, мы всегда выступали за строгое следование буквы и духу совместной безопасности, которые прочно лежат в основе ОБСЕ и ее инструментария по урегулированию конфликтов. В этом контексте отправка так называемой миссии по оценке потребностей в Армению без консенсуса является вопиющим нарушением мандата, принятого коллективной волей всех государств-участников. Все институты ОБСЕ, включая председательство и секретариат, созданы в качестве общих ценностей для всех государств-участников. Неспособность действовать соответствующим образом подрывает доверие. Азербайджан призывает эти институты исправить грубое нарушение ими своих мандатов. Байрамов еще раз попытался донести до главы МИТО БСЕ, что Азербайджан хочет мира. Но мира должна хотеть и Армения. А пока, по мнению Баку, Ереван остается верен своей прежней практике имитации. Армения пытается уклониться от выполнения взятых на себя обязательств. Армения до сих пор не полностью вывела свои незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана. Подобно этому, Армения искусственно задерживает восстановление транспортных связей между Азербайджаном и Нахчеванской автономной республикой, в том числе отказывая в обеспечении беспрепятственного доступа. Вместо этого Армения начала клеветническую кампанию против Азербайджана, чтобы захватить повестку дня и отвлечь внимание от невыполнения взятых на себя обязательств. Байрамов обвинил третьи страны в разжигании конфликта. Он не стал переходить на личности, но всем и так было понятно, о Копан говорит. Франция раскачивает лодку, которая пусть и в неспокойном море, но все-таки медленно движется к миру. Роль некоторых третьих сторон в разжигании реваншистского поведения Армении вызывает большое беспокойство, поскольку побуждает ее к усилению военных провокаций и воинственной риторики. Байрамов призвал международное сообщество, в том числе ОБСЕ, убедить Армению отказаться от попыток подорвать процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Пока европейцы будут обдумывать выступление Байрамова, министр иностранных дел собирается посетить Москву, где встретятся с Сергеем Лавровым. Министры будут разговаривать на одном языке, в прямом и в переносном смысле. Российские эксперты считают, что визит Байрамова в Москву после саммита в Польше – прямой посыл Европе, что Азербайджан выбирает российский трек урегулирования. Сейчас главный вопрос, готов ли Пашинян к переговорам без участия европейских посредников? И готов ли он вообще работать над мирным договором? Сергей Марков считает, что важно донести до Пашиняна последствия отказа от диалога. Азербайджан может через три года не продлить мандат российским миротворцам в Карабахе. И тогда, после вынужденного ухода миротворцев, возникнет новый виток военной эскалации, который однозначно закончится для Армении полным крахом. Способы давления, я думаю, есть такие, что перенесается вопрос, что если он ничего не будет делать, то через три года, когда закончится действие этой договоренности, а для Пашиняна большой разницы не продлить российское миротворство, тогда уйдут. Вот эта фиксация вот этой перспективы, она способна подталкивать Пашиняна к тому, чтобы занять мирную позицию и согласиться на протестание мира. Возможно, в Москве Лавров и Байрамов обсудят перспективы встречи Алиевой и Пашиняна на российской территории. Как говорится, доживем до понедельника. Такие события оказались в центре нашего внимания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова